МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета лично оценил готовность коммунальных служб к зиме. Для нас самая главная задача, чтобы мы заранее были готовы к каким-то неожиданностям. В Доме культуры Буревестник Валерий Венцель провел встречу со старостами деревень. Сельская местность, она трактует определенные условия взаимодействия, в том числе и органов местного самоуправления. В Видном прошли ежегодные районные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди добровольных пожарных дружин. Борьба, как говорится, в ноздря в ноздрю идет. Там буквально десятки секунд лидеров разделяют. Сегодня вся снегоуборочная техника Ленинского городского округа была приведена в полную боевую готовность. И несмотря на то, что синоптики пока не прогнозируют осадков в виде снега, трактора, снегоуборщики разных видов, а также сотрудники коммунальных предприятий выстроились на площадке у Дворца спорта. Глава муниципалитета лично оценил готовность к зиме всех предприятий, задачей которых является обеспечение чистоты дорог и дворов. Более 200 сотрудников Дорсервиса, 107 единиц техники, призваны вступить в борьбу со снегом в предстоящий зимний период. Все они, а также работники технического оснащения основных управляющих компаний Видного, были организованы и построены на площадке у Дворца спорта, которая с трудом вместила все это разнообразие тракторов, снегоуборщиков и подметальных машин. Глава муниципалитета подошел к каждому водителю, побеседовал с руководителем предприятий. Это дворовая территория, это у нас дорожная территория. Предприятие Дорсервис – основное, чья задача – поддержание чистоты на дорогах Ленинского городского округа. По словам генерального директора Дмитрия Полежаева, автопарк обновляется ежегодно. В этом году также докупили 5 единиц техники. Работа у нас построена круглосуточно, в две смены, дневная смена и ночная смена. Поэтому в периоды обильных снегопадов у нас есть возможность увеличить количество людей. Пиковая нагрузка мы можем в два раза больше людей выводить. Валерий Венцель осмотрел и готовность управляющих компаний. Помня снежные зимы прошлых двух лет, многие настроены на обильные снегопады и в этом году. Была у вас ситуация на территории зеленых аллей, когда управляющую компанию снегом засыпали вход. Я вот к тому, чтобы такого не случалось в этот год, вы скажите, пожалуйста, мы готовы помогать территории. И мы это делали и будем делать. Поэтому, если у вас на старте что-то, вы понимаете, где-то чего-то не хватает, вы нам говорите. По окончании осмотра глава района подвел итоги, оценивая подготовку к зимнему периоду достаточно высоко. Для нас самая главная задача, чтобы мы заранее были готовы к каким-то неожиданностям. Мы понимаем, что последние две зимы были снежные. Мы готовимся к такой же этой снежной зиме. В случае, если будут обильные снегопады, мы своими подразделениями МБУ Дорсервиса, управляющие компанией ЖКХ, совместно с частными управляющими компаниями, готовы в должном уровне содержать территорию. То, как обстоят дела по подготовке к предстоящей зиме в новых микрорайонах, смогла оценить начальник управления ЖКХ Ленинского района Надежда Борила. Она побывала в ЖК Государевдум, который должен пережить уже третью зиму. Здесь, кстати, учатся на своем опыте. Ввиду увеличения района, производится увеличение количества людей, личного состава и количества техники. Соответственно, не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы в зимний период. В деревне Дрожжино осмотрели котельную, обеспечивающую теплом и горячим водоснабжением все местные дома. Здесь готовы к любым, в том числе и нештатным ситуациям. На котельной очень тепло и царит идеальный порядок. А его сотрудники даже обустроили здесь дизайнерский зимний сад, использовав бетонные кольца в качестве основания под клумбу. Трактора, снегоуборщики и, конечно же, лопаты. Всем этим местная управляющая компания оснащена, рассчитывая на серьезные снегопады зимой. У группы компаний «Пик» сегодня в сельском поселении Булатниково 52 дворника будет убирать территорию, 4 трактора и механизированная техника. Но выстоят ли коммунальщики в борьбе с зимними аномалиями, покажет время и сайт Добродел. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Видном прошел традиционный строевой смотр всего личного состава Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому району. Такие смотры проводятся регулярно. Нынешний был посвящен переходу сотрудников УМВД на зимнюю форму одежды. Руководители управления проверили, готовы ли их подчиненные к несению службы в зимний период, соответствует ли их обмундирование необходимым требованиям, все ли документы в порядке. Ну все, отстраняем вас отнесение службы. В связи с тем, что у вас справка действительно до 07.10.19 года. Смотри. Вперед? Сегодня. Сейчас пойду в отдел, чтобы выдали. Обращали внимание и на общий внешний вид сотрудников. Особое внимание уделяли готовности патрульно-постовой службы, а также сотрудникам ГИБДД и участковым уполномоченным. Словом, тем, кто по долгу службы много времени проводит на улице. В целом, подразделение готово к несению службы в зимний период. Достаточно, скажем так, по сравнению с предыдущим годом уже лучше. В принципе, 95% они готовы, вопросов нет. В Доме культуры Буревестник глава муниципалитета Валерий Венцель провел встречу со старостами деревень и председателями некоммерческих товариществ сельского поселения Молоковское. Участники обсудили с главой проблемы своих территорий за круглым столом. Об итогах диалога с властью расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Отследить проблемные участки на всей территории Ленинского городского округа – задача трудная. А потому глава муниципалитета Валерий Венцель регулярно проводит встречи с представителями малых населенных пунктов и некоммерческих товариществ во всех поселениях. Это помогает найти путь к решению многих проблем. Сельская местность, она трактует определенные условия взаимодействия, в том числе и органов местного самоуправления. И самых главных людей на сельской местности – это старость деревень. Все-таки мы понимаем, что эти вопросы, они должны для нас, как для органов местного самоуправления, быть во главе угла. Свои проблемы главе озвучили в общей сложности 9 старост и представители СНТ. За чашкой чая большие вопросы малых населенных пунктов находили обстоятельные ответы. В этом точно смог убедиться Емельян Салес. Проблему его некоммерческого товарищества глава предложил решить одной встречей. У нас была проблема в том, что задвоение квитанции по вывозу ТБО. Решение, что встречу назначили на следующий понедельник уже с региональными операторами для выяснения этих обстоятельств. Председатель СНТ «Фронтовики» Светлана Некрасова пришла на встречу с целым рядом вопросов, связанных с дорожной ситуацией. Говорит, по всем проблемам глава предложил решение. Очень важный вопрос я задала по поводу прикрепления к поликлинике, так как у нас отсутствует должное транспортное сообщение с Молоковской больницей. И Валерий Николаевич обязательно сказал поможет, потому что это очень важный вопрос. Вместо установленного времени в полтора часа встреча длилась более двух. В ходе диалога Валерий Николаевич также отметил, что бюджет муниципалитета на следующий год формируется с учетом проблем сельской местности. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На территории пожарной части в Видном прошли ежегодные районные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди добровольных пожарных дружин на Кубок главы Ленинского муниципального района. Какие испытания должны были преодолеть участники, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Ежегодные районные соревнования по пожарно-спасательному спорту в этом году совпали с месячником противопожарной безопасности Московской области. Что весьма символично одной из главных задач подобных состязаний, организаторы называют оттачивание навыков командной работы добровольных пожарных дружин. Мероприятие началось с приветственного слова почетных гостей. Я надеюсь, что вы сегодня продемонстрируете свое умение. Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы показали хорошие результаты по итогам соревнований. И желаю вам всем успехов. Затем благодарностью губернатора Московской области наградили добровольцев, которые, рискуя собственной жизнью, помогли спасти жизни других людей при возгораниях в этом году. Среди них бригада рабочих, которая на советском проезде 13 спасла из огненного плена более 40 человек. Затем перешли к конструктажу и первому этапу соревнований – пожарной эстафете. Всего в соревнованиях принимает участие 7 добровольных пожарных дружин округа. Им предстоит успешно преодолеть два этапа состязаний, продемонстрировать быструю и слаженную работу в команде. И, конечно, потушить пожар. Все команды действовали четко и быстро, показав хорошие результаты. Борьба, как говорится, в ноздря в ноздрю идет. Буквально десятки секунд лидеров разделяет между собой на пожарной эстафете, что очень удивительно. Это, как правило, показывает такие результаты с такой минимальной разницей профессионалы. После пожарной эстафеты участников ждал второй не менее важный этап – боевое развертывание. Здесь от слаженной работы каждого участника команда напрямую зависел конечный результат. Добровольные пожарные дружины есть во многих поселениях муниципалитета. В совхозе имени Ленина она существует уже 7 лет. В нее входит 12 активистов. Но, как уверяет глава поселения, добровольцев-огнеборцев у них гораздо больше. Есть еще активисты, которые всегда готовы прийти на помощь. Более того, есть в каждой деревне какой-то актив, который готов выступить в рамках добровольной пожарной дружины до того, как приедут наши. В 2018 году дружина заняла лишь третье место, а в этом году по результатам общекомандного зачета смогла получить первое. На втором месте добровольная дружина МБУ «Дорсервис». Бронзу завоевала команда из развилки. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.